Друзья, приветствую всех в нашей рубрике «Разговор со спецом». Сегодня мы поговорим с довольно уникальным специалистом, человеком, который достиг вершины технической лестницы, карьерной лестницы. Лев, привет! Да, всем привет. Очень громкое представление. Надеюсь, это еще не вершина. И надеюсь, что тот опыт, который удалось получить, будет кому-то полезным. Давайте поговорим сегодня о нем. Да, Лев, мы, конечно, забыли упомянуть, что ты технический директор предприятия, то, что на западном мире называется CTO, Chief Technological Officer. Расскажи, пожалуйста, какой была твоя карьерная лестница, как ты пришел к этой должности? Предприятие сказано очень громко сразу. Приходит новый какой-то серьезный завод. На самом деле, я стал техническим директором. Придя к этой должности от самых низов, от разработчика, у нас возник некоторый стартап, которым мы развивали команды буквально из трех человек. Вот в процессе за последние 4-5 лет этот стартап получил клиентов и вырос в достаточно крупную компанию, состоящую из 50 уже человек. И сам продукт, который мы начинали разрабатывать как некий небольшой сервис, превратился в полнофункциональное, такое серьезное, сложное сервисное приложение. И вот в процессе создания этого продукта приходилось решать задачи разного класса. Поначалу это непосредственный кодинг, создание какого-то функционала, внедрение пользовательских историй. И по мере появления других членов команды, выстраивание процессов, принятие каких-то регламентов, стандартов развития продукта, что в конце концов привело меня к позиции, где я могу себя идентифицировать как условно-технический директор. Хотя, конечно, как это бывает в стартапах и в развивающихся компаниях, эти зоны ответственности очень часто размыты. Приходится решать задачи совершенно разного класса. Ну, допустим, пока можем считать, что я как технический директор вот внутри нашей команды состоялся и занял эту зону, эту роль, эту зону ответственности, эту позицию. А вот расскажи, пожалуйста, у многих технических специалистов, айтишников, у них такой майнсет, который многие люди не любят, не любят вот эту всю, всю вот эту возню со софт-скиллами, работать с другими людьми. Многие айтишники, у них такой образ, что они любят сидеть за компьютером и что-то программировать, программировать целыми днями. Как это было у тебя? Было ли тебе сложно переходить от работы, грубо говоря, с машинами к работе с людьми? Ну, это действительно, на самом деле, сложная история, во многом эмоционально сложная, потому что, когда разрабатываешь код, тут понятная история, есть задачи, ты должен ее сделать, имеешь дело с кодом, с алгоритмами, постоянно находишь какие-то классные фишки и радуешься, что смог успешно решить задачу. И когда начинаешь брать на себя другие зоны ответственности, тут сразу два момента приходят. Во-первых, приходится отказываться и сокращать время на непосредственную разработку, и уходит вот это ощущение быстрой обратной связи и удовольствия, которое ты получаешь каждый день, непосредственно как-то находя какие-то хаки, чтобы достигнуть цели. Это раз аспект негативный такой внутренний, а второй аспект, что ты приходишь в область, когда тебе нужно выстраивать процессы, а все процессы – это взаимодействие между людьми, соответственно, находить общий язык совершенно разными членами команды, мотивировать и задавать какую-то общую цель, постоянно удерживать внутренний такой оптимизм и позитивный взгляд на вещи. Еще так получилось, что наша команда еще четыре года стартанула как удаленная, то есть у нас все 50 человек в команде, кто работает, мы все время работали удаленно. У нас в офисе буквально сидит пару человек, бухгалтерия, юрист для того, чтобы решать какие-то такие организационные моменты. А когда ты работаешь удаленно, это вдвойне тяжелее, потому что мы иногда даже камеры не включаем, пытаемся по каким-то интонациям голоса, по словам, которые сказаны, определять эмоциональное состояние друг друга, иногда просто в переписке, и это, конечно, добавляет дополнительной сложности к тому, чтобы построить действительно эффективную команду. Гораздо проще прийти в офис, пойти, не знаю, попить кофе вместе, какую-то задачу на листе бумаги отрисовать. При удаленной работе такие прелести уходят, но, тем не менее, раз спустя 4 года удалось создать продукт, который использует большое число клиентов, продукт, который решает задачи многих наших пользователей. Значит, вот все-таки такие механизмы работают. В ковид для многих это был новый опыт, и многие с опаской смотрели на удаленную работу, но, тем не менее, это все работает, и результата достигать удаленной командой можно. Ну, вот основная сложность, с чем пришлось столкнуться, в том, чтобы наладить все эти процессы. Вот по опыту с западными стартапами мы знаем, что во многих таких суперуспешных стартапах у них есть такая, какая-то уникальная своя среда, своя уникальная культура, которая создана внутри стартапа, внутри компании, и какие-то вот уникальные ценности, которые поддерживаются всеми членами команды. Удалось ли вам в своей команде создать вот такой вот какой-то уникальный набор ценностей, который ведет вас вперед к светлому будущему? Сформулировать эти ценности и цели, и миссию команды и компании вербально иногда достаточно сложно. Мы до сих пор ищем слова для того, чтобы можно было на какой-то плакат или над дверью повесить выраженные ценности словами и буквами. Но, естественно, за четыре года, которые мы работаем, какая-то культура сложилась. И на самом деле благодаря этой культуре нам удается… Часто говорят, допустим, или на примере крупных интеграторов компаний, что срок работы разработчиков внутри компании, он обычно, ну, два года, если все хорошо складывается, и после этого люди пытаются что-то искать новое, менять как-то ритмы жизни или в новой компании уходить. Вот у нас ядро компании в основном сохранилось, то есть на протяжении уже четырех лет основные разработчики до сих пор находятся внутри компании, значит, это какой-то признак того, что им комфортно. А достигать это удается за счет создания атмосферы доверия, доброжелательности. То есть несмотря на то, что мы удаленная компания, мы, например, не приемлем трекинг времени, кто сколько времени проводит за компьютером. А я знаю, что многие приходят на работу, нажимают специальную кнопку, и у них идет отсчет. Во-первых, это как бы убирает необходимость, даже если какая-то личная ситуация произошла, и не хочется о ней рассказывать, то вводить кого-то в заблуждение и чувствовать потом дискомфорт о том, что то, что ты отправляешь в отчетах, не соответствует реальности. А во-вторых, самое важное – это результат на самом деле, а не то время, которое ты проводишь за компьютером. У нас иногда так бывает, и 16 часов нужно провести. Иногда ты можешь сделать за час задачу и пойти решить какие-то свои личные проблемы. Поэтому важный этот результат, а вот результат виден, вот сколько бы километров нас не разделяло, всегда понятно, какие вопросы задает человек, как часто и какой код он пишет, в каком ритме он работает и насколько испытывает доверие к продукту и к другим членам команды. Это сразу становится видно. И вот мы стараемся честно договариваться в самом начале нашего совместного пути о том, чего мы друг от друга ожидаем. И если вдруг, ну, бывает такое, да, не сходятся взгляды на что-то или характеры, мы доброжелательно расстаемся. И в итоге получилось так, что за 4 года остались внутри команды те люди, которые преследуют одни цели, смотрят плюс-минус одинаково на многие вещи, на работу, на подходы к работе. И, значит, мы объединены какой-то общей энергетикой, общим ритмом создания ценностей, общими целями, и это сплочает команду. А насколько важно вообще для CTO поддерживать свой технический, профессиональный уровень? Или у тебя уже фокус сместился больше на именно на софт-скиллы, на общение с людьми? Насколько вообще важно оставаться вот в тренде, знать все последние технологии? Или ты уже потихоньку начинаешь, скажем так, делегировать эти полномочия каким-то там тим-лидам, например, а сам уже за этим не следишь? Ну, на самом деле, пока наша команда находится в той стадии развития, когда приходится уделять внимание многим аспектам, несмотря на то, что это занимает иногда очень много времени, приходится переключаться между задачами совершенно разного класса. Но единственное, что я полностью делегировал, это написание самого кода. Однако где-то выступаю как архитектор, где-то как бизнес-аналитик, где-то как системный аналитик, для того, чтобы подсказать наиболее эффективное решение той или иной задачи, агрегировать опыт предыдущей моей работы, других каких-то компаний, программ, команд и привнести лучшее в наш проект. При этом сейчас по мере роста, конечно, мы ищем специалистов. Например, у нас со временем появился отдел тестирования, отдельная команда дебоксов и администраторов. Сейчас команда бизнес-аналитиков появляется. И появление таких зон ответственности тоже всегда небольшой стресс, потому что кажется, что сначала начинается хаос. Просто так делегировать и передать весь свой опыт очень тяжело. И мы постепенно выстраиваем процессы так, чтобы вот теперь есть зона ответственности, есть люди, которые отвечают за нее, есть какие-то KPI на входе, на выходе, то, чего хочется достигнуть. И вот так вот постепенно происходит делегирование ответственности за разные аспекты жизни нашего продукта. То есть маленький стартап, ты и тестировщик, и бизнес-аналитик, и разработчик, и архитектор, и все вместе, иногда даже с клиентом надо поговорить. По мере роста появляются люди, которые отвечают за все эти аспекты. А вот дальше самое сложное, но и самое ценное, и самое главное – это выстроить внутри процессы так, чтобы этот опыт, полученный разными подразделениями, транслировался между остальными членами команды. И в итоге клиентский менеджер, ставя задачу, получил, после того, как задача пройдет через все зоны ответственности, на выходе, на продакши именно то, что он ожидает, и то, что ожидает его клиент. Лев, очень интересно. Спасибо большое тебе за то, что ты поделился опытом. Тем не менее, ты, насколько я понимаю, занимаешься и техническими какими-то решениями, и принимаешь наверняка какие-то наиболее важные архитектурные решения. Я знаю, что сегодня ты хотел показать нам примеры решения довольно важной архитектурной задачи. Что это такое? Покажи, пожалуйста. Да, буквально два вводных слова. Мы создаем SaaS-решение. SaaS-решение – это когда продукт является как сервис, как услуга. Не надо вашим клиентам платить за создание собственного продукта. Они могут просто арендовать, купить лицензию, арендовать ваш продукт для решения каких-то своих задач. И SaaS-решение, на самом деле, очень много. Многие пользуются U-Track, Jira, да и другими облачными сервисами. Все это SaaS-решение. То есть функционал одинаков для всех клиентов, но клиенты разные и могут оперировать своими данными, которые накапливаются внутри программного продукта. Вот когда мы четыре года назад начинали разрабатывать наш продукт, у нас ни у кого внутри команды не было ответа на вопрос, а как правильно организовать архитектурно программное обеспечение и какие решения должны быть, чтобы обеспечить разделение данных между разными клиентами и вообще организовать одинаковый функционал для пользователей, которые заходят под иными доменами, под иными логинами и паролями на наш сайт. И мы нашли решение собственным экспериментальным путем. Наш стек технологий включает в себя .NET Core Framework, и там есть такое понятие middleware. И что мы, собственно говоря, сделали? Мы каждый запрос, который идет к нашему приложению с помощью middleware разбираем, получая из запроса domain URL, который для каждого клиента может быть свой. У нас там около 20 клиентов, соответственно, около 20 различных сайтов на текущий момент, а значит, у каждого какой-то свой домен или поддомен. И в middleware мы берем поддомен и делаем запрос к промежуточному кэшу. Ну, в конечном счете данные поступают из определенной базы данных нашего identity сервиса о наличии клиента, зарегистрированного клиента с таким доменом в нашей базе. Если мы находим, то мы в контекст запроса прописываем уникальный идентификатор этого клиента, и дальше уже на контроллере мы в любом месте бизнес-логики можем достать из контекста запроса ID-шник и, соответственно, достать из базы данных только те данные, которые принадлежат данному клиенту с этим уникальным ID-шником. Это может быть новости, мероприятия, какой-то другой контент, документы, которые настраивает наш клиент для того, чтобы в конечном итоге пользователь мог увидеть эту информацию. Я кусочек кода буквально покажу, как это выглядит. Сейчас я нахожусь в middleware, который как раз пытается прописать в запрос тенанта. Для этого сначала выполняется определенная логика, связанная с получением информации об этом тенанте, а тенант с английского арендатор, то есть тот клиент, который арендует нашу информационную систему для решения своих задач. Мы его называем тенантом в нашей системе. Тенант, соответственно, мы по имени домену стараемся найти. Есть вот такая моделька, которую тенант описывает. И пытаемся из базы данных получить некий идентификатор и прописать его в контекст. А потом у нас сервисная архитектура. Соответственно, для того, чтобы расшарить общую логику между разными сервисами, мы используем свой локальный, ну не локальный, а nugget fit, который расположен на наших серверах. Мы эту middleware подключаем на все сервисы, которые запускаем в работу. И дальше, когда в middleware прописывают в контекст информацию о тенанте, мы в контроллере, вот я, для примера, открыл ивент контроллер, контроллер, отвечающий за получение информации о мероприятиях. Мы в любом месте можем из контекста получить тенанта и дальше уже в метод передать айдишку для того, чтобы уже непосредственно в методе построить запрос к базе данных с использованием тенанта.ид. Вот здесь мы видим, как наш репозиторий в запросе использует тенанта.ид для того, чтобы получить информацию о конкретном мероприятии. На самом деле, на тот момент, когда мы начинали разработку, еще раз, мы не могли нигде найти готового решения, поэтому, возможно, изобрели колесо, возможно, оно какое-то особенное, отличное от других решений, где приходится решать эту задачу. Но, тем не менее, у нас это работает так, и это работает хорошо, надежно, безопасно и позволяет нам оказывать одновременно многим клиентам одни и те же услуги. Спасибо. Да, ну, на самом деле, Лев, такая задача построения multi-tenant приложений, она довольно часто ставится, и я тоже, например, работал над такими приложениями, и хочу тебе заверить, что то, что вы сделали, оно очень похоже на то, что делал я, например. Кроме того, например, когда я решал такую задачу, просто агрегировал всю вот эту tenant information в какой-то отдельный объект, и потом, в том числе dependency injection, вы можете достучаться к нему из любого контроллера. С технической точки зрения я увидел, что вы используете .NET Core. Каким образом вообще эта технология помогает вам решать ваши задачи? Я уже несколько раз здесь на этом канале общался с ребятами, .NET-программистами, но хотелось бы услышать с твоей точки зрения стартап и .NET в современное время. Каким образом эти две вещи взаимодействуют? Ну, конечно, многие характеристики продукта зависят от опыта той команды, которая начинает его разрабатывать. А так получилось, что я пытаюсь разрабатывать продукты последние лет 10 в качестве разработчика, и C-Sharp сразу стал языком, на котором я начал разрабатывать еще свои какие-то первые проекты, и в дальнейшем участвовал в командах и разрабатывал продукты, которые тоже написаны на C-Sharp, на .NET, в то время еще .NET Framework. И в какой-то момент, перед тем, как перейти, взяться за стартап, о котором мы сегодня говорим, я работал удаленно на Stars, это производитель контента типа Netflix в Соединенных Штатах, со штаб-квартиры в Денвере. И так получилось, что там я получил первый опыт написания программы на .NET Core, и те фишечки, которые на тот момент были, это, по-моему, версия была что-то типа вторая, наверное, а может быть, и даже более младшая версия, я сейчас уже не помню. Тем не менее, те фишки, которые там появились и отличали продукт от .NET Framework, уже были хороши. При этом это же open-source решение, и эта штука позволяет иногда залезть и покопаться в мозгах, посмотреть, как устроены те или иные библиотеки сторонней зависимости, которые мы подключаем к вашему продукту. Ну и вообще всегда, когда работаешь с крупными заказчиками, иногда государственными, очень важно иметь open-source историю про то, что вот, смотрите, у нас все внутренности нашего программного обеспечения, можно посмотреть какие-то зависимости, то, что мы переиспользуем, все это открыто и соответствует современным тенденциям в развитии программных продуктов. Плюс важная вещь в том, что Microsoft поддерживает и развивает эту технологию, и постоянно и быстро сам фреймворк, язык развивается, что тоже позволяет нам быть, так сказать, на острие последних хороших решений, помогающих сделать код более компактным, переиспользовать разные моменты, связанные с написанным кодом. И есть большое сообщество, у которого можно спросить, задать вопрос, если что-то не получается, либо заиспользовать какое-то готовое решение для того, чтобы не писать ему самому. Ну и плюс компилируемые языки позволяют достаточно небольшой командой. Вот у нас 50 человек в команде, на самом деле разработчиков гораздо меньше, 10 человек основных. И вот продукт, огромный продукт, состоящий из 17 сервисов, нам удается поддерживать небольшой командой за счет того, что мы доверяем языку, делаем меньше ошибок при написании кода за счет развитых инструментов, которые есть в самом фреймворке. И меньше там, может быть, о безопасности данных, где-то беспокоимся. Очень-очень много преимуществ. А просто, почему я задал этот вопрос, да, потому что до появления .NET Core считалось, что .NET платформа – это такая большая тяжелая платформа для корпоративных клиентов. Она была тяжелая, она была дорогая, она не была мультиплатформенная, но больше и больше в последнее время появляется стартапов, которые именно используют .NET Core для именно разработки в среде стартапов. То есть, то есть идея, где нужна какая-то очень быстрая, очень простая, мультиплатформенная среда. И, как мы видим, что .NET Core в последнее время очень набирает, по крайней мере, в этом направлении популярность. Поэтому я хотел бы тебя уточнить этот вопрос. Пять лет назад сделали ставку на этот фреймворк, ожидая, что заявленные цели при развитии .NET Core, заявленные Майкрософтом и сообществом, когда будут достигнуты, это будет крутой продукт, кроссплатформенный, удобный, гибкий, несложный в освоении. И, сделав ставку, в общем-то, сейчас выглядит так, что не ошиблись. Лев, назови, пожалуйста, три главных умения, которыми должен обладать хороший технический директор. Ну, во-первых, на мой взгляд, конечно, нужно иметь опыт, желательно, очень желательно иметь опыт непосредственно разработки для того, чтобы иногда говорить с разработчиками на одном языке, уметь оценивать написанный код, уметь понимать по срокам, как та или иная задача и когда может быть реализована, для того, чтобы в целом видеть картину о том, в какую сторону и с какой скоростью развивается и двигается продукт. Ну, а вторая очень важная составляющая – это, конечно, доброжелательность, наверное, потому что люди в команде всегда работают, выстраивая свои какие-то личные стратегии по развитию, ставя какие-то свои личные цели перед собой, и важно умение синхронизировать эти цели с целями команды, с целями продукта, и если это получается, то тогда есть результат. Какие-то другие вещи, связанные с механической оценкой работы, с трекингом времени или какими-то подобными вещами, они демотивируют команду, и, соответственно, результаты падают. И вот доброжелательное отношение к попытке понять, что движет другими людьми, оно обычно заставляет отказываться от механистического подхода, выстраивать какие-то личные отношения, слушать людей и, соответственно, формулировать цели, мотивировать достигать этих целей. Я хотел узнать, каким образом ты считаешь, можно наиболее эффективно приобрести вот эти вот софт-скиллы, должны ли они вырастать органично, человек должен просто по карьерной лестнице двигаться, общаться, общаться, приобретать связи и таким образом расширять свой круг возможностей и знакомств, или ты посоветуешь пойти, может быть, сразу в какую-нибудь школу или курсы, и там освоить профессию менеджера. Или, может быть, комбинировать эти два подхода. Как ты думаешь, наиболее эффективно этого добиться? Вопрос хороший. Первое, наверное, должно быть внутреннее желание и отсутствие страха общения в целом. Потому что для того, чтобы инструментом научиться хорошо пользоваться, надо вообще в целом им обладать. Вот я на самом деле в жизни не очень общительный человек. И вот внутри продукта, внутри команды, внутри формулирования целей я как раз чувствую себя свободно за пределами, как бы там ни показалось, может быть, в меньшей степени. И вот когда, если вот есть все-таки вот эта предрасположенность, а у меня до того, как я углубился именно в разработку как специалист, был некоторый опыт управления проектами, соответственно, мне кажется, профессию все-таки человек выбирает в зависимости от своих предрасположенностей. Но несмотря на это, когда инструмент есть, как им правильно научиться пользоваться, ну, тут личный опыт, наверное, книги, которые посвящены этому, я стараюсь читать специализированные там книги, статьи, связанные с построением фреймворков, управления проектами и взаимодействием с людьми. Ну, а дальше просто опираясь на ежедневные, как это в Эджайле бывает, ты выстраиваешь для себя какую-то гипотезу, линию поведения, она может сработать, она может не сработать, она может демотивировать вдруг внезапно или расстроить кого-то, либо наоборот замотивировать и сплотить команду. Это все дальше на опыте возникает. Главное не расстраиваться, если что-то не получается, и как-то понимать, чего ты сам хочешь внутренне и чего хочешь достигнуть. Лев, спасибо большое. Под конец дай, пожалуйста, один какой-нибудь очень важный, по твоему мнению, совет молодому или не молодому. Представим себе очень хороший программист, который всю свою жизнь программировал, но он чувствует, что ему хочется чего-то большего, ему хочется, может быть, немножко отойти от программирования и стать немножко менеджером. Дай, пожалуйста, самый важный совет, который поможет этому человеку. Я бы, наверное, посоветовал следовать своей интуиции, следовать своим желаниям, потому что если вдруг ты хочешь создать какую-то крутую штуку, то, может быть, временами нужно, не боясь, посвятить этому время, дополнительное время, совместить это с каким-то… Если вот в текущий момент приходится решать какую-то задачу, которая кажется скучным, окей, ты ее решаешь, но все равно посвящаешь время своим мечтам, целям, потому что эти вещи могут потом перерасти и в твою основную работу, а может быть, и в тот бизнес, который ты будешь создавать и приносить другим людям пользу. То есть, в общем, не бояться следовать своим внутренним желаниям и интуициям. Лев, отличный совет. Большое тебе спасибо. Большое спасибо за время, что ты нашел пообщаться с нами. Я, конечно же, желаю тебе и твоей компании, твоей команде развития. Очень хочется, чтобы больше и больше команд наших ребят достигали успеха, достигали тех целей, которые они сами перед тобой ставят. Поэтому всего хорошего тебе, Лев. Большое спасибо. Пока-пока. Спасибо вам огромное.